МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый тренер, каждая федерация, каждый спортивный клуб искал для себя какой-то определенный выход. То есть, допустим, в нашем случае до всей этой ситуации мы уже пробовали работать онлайн, мы пробовали расписывать тренировочные процессы. Допустим, когда я уезжаю на соревнования, а сборная моя продолжает тренироваться, отправляли программы, мы тренировались. Поэтому в этой ситуации сейчас мы просто увеличиваем масштаб работы. Это не сборная, которая тренируется по программе, по WhatsApp, а ребята, которые тренируются в постоянном режиме через приложения, либо индивидуальные тренировки, либо групповые. То есть мы попробовали запустить первоначально большое занятие для всех лекционное, рассказали о карате, истории о этикете, посмотрели, как это будет выглядеть в режиме онлайна, когда мы общаемся, тренера сидели, и непосредственно спортсмены собрали очень большое количество, но очень много спортсменов и родителей присутствовали. И после этого провели опрос и запустили онлайн-тренировки. Ну и как она пошла? Как твои ожидания оправдались? Нет? Я предполагала, что меньшее количество людей будет поддерживать данную идею, потому что дома тренироваться не у всех есть возможность, ну, правильно сказать, не у всех есть желание. Но есть у нас сборная, в которой нужно тренироваться, в которой нужно выступать в дальнейшем, хоть сейчас и отменены какие-то соревнования, они переносятся. Все отменены вообще так? Да, в принципе, все отменено. Все отменено, не только карате, вообще все виды спорта. Да, то есть мы готовились, допустим, в конце марта к всероссийскому турниру Иванова, который должен был состояться 21-22 марта, и по итогу там ребята проходили отбор на участие в Спартаке Аде, а мы туда не поехали. Сейчас известно об отмене там первенства России, первенства Европы, но, естественно, они же состоятся. Мы же не можем неделю, две не тренироваться, мне нужно смотреть за подготовкой сборников, поддерживать их физическую форму, чтобы быть готовым к выступлению на дальнейших соревнованиях, которые запустятся, и мы предполагаем, что, в принципе, все лето будет очень большой тренировочный режим работать. Не тренировочный, а соревновательный режим. То есть обычно у нас весна, всегда во всех видах спортов идет максимально активная, да, там Россия, Европа, отборочный, Спартаке Ады, еще что-то. А сейчас, я думаю, что все это сместится на лето, на начало осени, нам нужно быть к этому готовыми. Максим, как ты проводишь время? Ну, скучаешь по тренировкам? Ну, конечно, у нас и в школе карантин, и общения не хватает, так как выходить вообще, ну, не прям запрещают, но нельзя, нежелательно. По тренировкам, ну, да, я дома самые простые дела, утром зарядка, когда просыпаюсь, ну, стараюсь правильно питаться, ну, и вечером, как обычно, на тренировку. Зин, какие рекомендации давала своим ребятам, когда вот ушли на карантин они? По тренировкам, по нагрузкам? Были вообще такие рекомендации? Во-первых, было правильно, Максим сказал, как Максим сказал, было четко прописано правильно питаться. Поэтому, если ты сидишь дома, должна быть больше активность. Если в обычном режиме дети бегают, гуляют на улице, помимо тренировок идут в школу, там еще развиваются и так далее, у них идет совершенно другая энергозатратность. Когда ребенок сидит дома, и как бы у нас есть проблемы с компьютерами, вот, они играются. Ну, вы же все равно играете по скайпу, да? Да, 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 нет. Я имею в виду, что они играют в игры, сидят, и, по сути, нет у них никакой физической активности, не считая умственной работы, да, насколько это можно... Ну, да, можно с натяжечкой, назвать, что это все-таки есть умственная работа. Да, да. То есть нам нужно увеличивать физическую нагрузку, но она должна быть идти плавно. То есть если я давала нагрузку одну, зная, что у ребенка еще в школе была физкультура, зная, что он еще целый день бегал по улице, а теперь я понимаю, что кроме тренировок, которые я даю вечером, да, или дополнительных там по сборнику, у него нет физической активности. И далеко не все родители поддерживают просто и помогают детям тренироваться дома. Максим, тебе помогают родители дома тренироваться, или ты один? Ну, я пытаюсь прививать и младшего брата, и папу. Мама, конечно, занята. Ну, а так я, в общем, сам, потому что все равно мама пока что работает, папа тоже. Ну, и младший брат в садик еще ходит. Ну, вот расскажи, что ты делаешь, какие упражнения дома делаешь? Вот давай нам свой распорядок дня. Проснулся утром. Ну, вот, ой. Утром я проснулся, пошел, умылся. Потом дальше на турнике поподтягивался. Точно всегда от пяти до десяти за один подход. И так подхода три. Дальше отжимания, выпрыгивания я не так часто делаю, так как небольшие проблемы с коленями. Дальше пойду покушаю. То мама приготовит, когда она в садике работает, то в первую, то во вторую смену. Когда во вторую, она мне приготовит покушать. Или же я сам сделаю покушать. Потом все же я в седьмом классе, и у нас будет всероссийская проверочная работа. Я иду за компьютер, как вы сказали. Готовлюсь, да? Да, готовлюсь. Нахожу ВПРы там по физике, по математике, по русскому, по английскому. Там восемь ВПРов в этом году. У тебя какой класс? Седьмой класс. Седьмой класс, ага. Да, мне 13 лет. Дальше, ну, обедаю, опять... Тренировка? Не-не-нет. Умственная тренировка. А потом уже вечером, перед тренировкой за час, за полтора покушаю и иду на тренировку. То есть получается, сколько у тебя тренировок в день? Ну, с учетом утренней две. Две тренировки. Это достаточно этого? Ну, в данной ситуации, да. Зина, и все-таки вот хочется спросить, это большой минус для, вообще, для всех спортсменов, не только для каратистов, вот эта вот изоляция, вот этот данный карантин? Я думаю, что этот карантин плюс только для киберспорта. Ну, да, нет, у них тоже собираются там, может, больше 50 человек. Нет, ну, они могут по онлайну играть, а мы, получается, ну, допустим, наш вид спорта, это контактный вид спорта, и нужно помимо просто функционального тренинга осуществлять контакт, то есть отработка задач, отработка приемов, он не будет драться с мамой там или с папой, отрабатывать приемы. Ну, с братом можно. Ну, брат маленький. Нет, ну, если брат, например, ровесник, да? Вот, то есть, я же говорю, единицы родителей, которые держат макевары, у кого из дома какое-то оснащение, просто даже элементарные скакалки, поэтому приходится фантазировать и писать тренировочный процесс вообще без применения каких-либо предметов дополнительного снаряжения спортивного. Если мы говорим о группах в Японии, то там с малого дети учат, причем они там в 7-8 лет технически настолько красиво выполняют все это, что наши старшие ребята далеко не все могут усвоить это, потому что они делают акцент именно на технику, потому что маленький пятилетний ребенок не дерется на тренировки, четырехлетний ребенок не дерется на тренировки, это не нужно, потому что он еще не понимает, чего от него хотят. Задача сделать так, чтобы, когда его мозг будет готов усваивать информацию, именно СФП, именно тренировочный процесс, углубленное изучение, чтобы он пришел к этому в нормальной физической форме, чтобы он уже понимал, чего от него хотят, чтобы его гиперактивность, как считают родители, вошла в правильную дисциплину. Когда же начинается у них такая контактная тренировки, да, и первые соревновательные? Первые соревновательные начинаются чуть ли не с 4-х лет, потому что соревнования проходят не только по боям, не только по кумите, соревнования проходят по ката, то есть то, что я говорю, технические требования, да, выполняются. И соревнования по ката, если ребенок выучил, он выступает, и 4-х летние ребята получают медали. Если мы говорим о соревнованиях о кумите, то полноценные турниры проходят с 12 лет. До 12 лет могут проходить только какие-то учебно-тренировочные встречи, где идет моделирование поединков, чтобы дети пробовали, как это проходит. Ну, у вас прям все по этапам разложено, да, получается? Ну, если нельзя, чтобы дети дрались в 7 лет, то они не должны драться в 7 лет. Максим, расскажи, как ты пришел в карате, и чем ли до этого занимал, сколько лет тебе было? Я вообще начал заниматься рукопашным боем. Я точно не помню, 3 или 4 года позанимался рукопашным боем. Я был знаком с этим тренером, с каратэ, и все же я понял, что рукопашный бой – это не мое. А почему? Ну, я не могу сказать, что там плохо, но там техники мало. И поэтому я выбрал каратэ. Пришел в каратэ, и там более техничный. Пришел я синим поясом. Сейчас на весенней школе я должен был сдавать на зеленый пояс. То есть, точно уже не помню, года 4 я занимаюсь каратэ. Мне очень нравится. Я пришел в каратэ, обрел новых друзей, и… Я в восторге, да? Да, я в восторге. Я вообще могу сказать, что, когда родитель выбирает вид спорта для ребенка, он должен выбирать в первую очередь по нескольким критериям. Первое – это, хочет он профессиональную карьеру для ребенка, или хочет он здоровье ребенку подправить и так далее. То есть, чтобы ребенок занимался для себя, вроде как досуга. А второе, из чего должен исходить родитель – это выбор зала, где он будет тренироваться. Квалификация тренера и так далее. Квалификация имеется в виду не 10 высших образований. Но дипломированный специалист, да? Ну, помимо лицензии и так далее, это я молчу о том, что родитель должен проверять, есть ли диплом у тренера, имеет ли он лицензию на преподавание, и вообще официально ли там проходят занятия, или их могут любое время закрыть, да? Вот. Я говорю о том, что как тренер ведет тренировку, и как строится общение с ребенком. Потому что, по сути, шестилетнему, семилетнему, девятилетнему ребенку не беру сборные, которые тренируются с такого. Нужно, как говорит Максим, общение. Им нужен правильный коллектив, чтобы с ним правильно работал тренер. По сути, тренер – это не только там, как говорят, наставник или друг. Это психолог, который ведет ребенка. И он должен вкладывать ему в голову правильные вещи. И вот это должен родитель видеть. Он должен пообщаться с тренером, узнать, какие цели он прививает, что он рассказывает родителям. «Какая работа ведется с группой помимо тренировок?» А, то есть помимо тренировок какие-то, да, есть такие? Факультативы, да? Да, вот что-то вроде факультативов, да, допустим. То есть даже не факультативы, можно сказать, там, вот проходят ли сборы. То есть, допустим, сборы, выезды на большие соревнования, сборные, говорит о том, что у тренера есть стремление к росту, да, у ребят, чтобы дети росли. А, допустим, если проходят дополнительные, там, просмотры кино совместные, там, какие-то семинары или лекции, или тренер, там, говорит, что по воскресеньям мы проводим дополнительные занятия. Это говорит о заинтересованности тренера и о том, что он детям пытается вкладывать дополнительные вещи, помимо того, что нужно там стоять ровно, спина должна быть прямая. Вот это должен выбирать родитель. А если он выбирает путь профессиональной карьеры? Чемпионство. Ну, все родители хотят, чтобы мой сын, моя дочка стали чемпионами. Я скажу, что сейчас, как показывает практика, 40% приводят детей с какими-то недостатками физическими, я имею в виду не больных, а просто физически слабых детей, хотят, чтобы они стали сильнее. То есть ты против этого? Нет, я только за. А, за? Да, я говорю о том, что они приводят не за чемпионством, они приводят, чтобы его в школе не обижали, они его приводят, чтобы уверенности добавили. То есть умела, да? Да, или говорят, что у нас ребенок гиперактивный, надо научить его дисциплине. Вот, то есть цели другие. Чемпионства хотят единицы родителей. Ну, вроде бы понятно. К сожалению, да, время нашей программы уже подходит к концу. Я бы с вами еще и еще раз говорил, Зин, интересно, правда, очень интересно. Ну что ж, Макс, желаю тебе черный пояс для начала. Спасибо большое. Зин, а тебе побольше таких воспитанников. Спасибо. Дорогие друзья, это была программа «Спорт на Дону». В студии был Роман Саганов. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова